Классификация аномальных объектов 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 если вырвется на свободу, а также можно будет понять, насколько важно держать этот объект в секрете. В итоге этой работы над многими объектами появились подобные плашки с некоторым количеством значков, букв и цифер. Большими буквами теперь написан уровень секретности, который может быть с первого по шестой. Первый уровень означает, что любой, кто работает в организации, может узнать об объекте. Второй, третий и четвертый говорят о том, что для получения доступа к информации к объекту нужно иметь соответствующий уровень допуска. Пятый уровень присваивается самым секретным объектам, узнать о которых можно только с разрешения совета О5. Шестой уровень особенный, это информация, которая не должна быть доступна никому, кроме самого совета, и распространение которой вообще запрещено. Объекты шестого уровня секретности называются космически секретными, что звучит забавно, пока не узнаешь, что в реальном мире у НАТО самые секретные объекты тоже обозначаются как космически секретные. Правда, в словосочетании Cosmic Secret Cosmic это какая-то аббревиатура, но оттого оно не менее странно. В левой части мы видим привычный класс содержания, теперь их может быть всего семь. Три основных. Безопасный Евклид и Кетр, потерявший свои свойства объект, имеет класс нейтрализованный, а тот, действие которого объяснимо чем-то обыденным, соответственно имеет класс объясненный. Также класс может быть ожидаемый, когда свойства объекта не вполне ясны. Тут самое главное нововведение это седьмой класс, класс эзотерический. Суть эзотерического класса содержания в том, что он включает в себя все те дикие классы, которые были придуманы раньше помимо основных, то есть всякие Таумиэли, Аполлеоны и прочие Тиаматы. Это все класс объекта эзотерический, так что сложные таблички по определению классов больше не нужны. На момент создания этого видео существовало аж 45 эзотерических классов, и вся абсурдность ситуации становится понятно, когда видишь, что в большинстве из них всего один объект, но для шести самых распространенных из них в новой системе даже нарисовали отдельные значки. К слову, авторы SCP не просто спихнули все эти дополнительные классы куда-то в один, а открыли целую сюжетную ветвь эзотерического содержания, связанную с объектами этих классов, так что может даже получится что-то интересное. Пока что, правда, идея эзотерических классов довольно сырая. Конечно, в нее входят привычные Таумиэли и Аполлеоны, но также в нее входят немалые чисто технических классов. Например, класс списанный, который был присвоен нескольким объектам, которые фонд уничтожил. Например, такая судьба постигла SCP-4456, корабль-призрак, который появлялся время от времени и требовал нагрузить себя золотом. В какой-то момент фонд решил, что содержание обходится слишком дорого и просто уничтожил объект, а раз объект уничтожен, он по сути нейтрализован. Но ему почему-то был присвоен класс не нейтрализованный, а списанный. То есть он относится к объектам на эзотерическом содержании. Также в списке эзотерических классов почему-то есть несодержащиеся. Если фонд не может что-то поймать, это довольно странный повод придумать для этого отдельный класс. Несмотря на все это, общую идею эзотерических классов разглядеть можно. Хороший пример эзотерического класса содержания – это Архонт, суть которого в том, что объект хоть и можно содержать, но лучше не надо, потому как объект на свободе чем-то полезен фонду. Вот в случае с SCP-1661, который представляет собой летающие полуорганические и полумеханические сущности, фонд решил, что их стремление атаковать другие летающие аномалии достаточно полезно в том мире, в котором этот объект существует. Но все эти классы – это, в общем-то, то, что уже было. А вот действительно новая штука в этой системе – это Disruption Class, то есть класс нарушения содержания. Постепенно открывающийся глаз говорит нам о том, насколько объект сломает окружающий мир, если вырвется на свободу. Всего таких классов пять. И если первый, под названием Dark, говорит о том, что если объект сбежит, то этого, скорее всего, никто не заметит и люди продолжат жить своей нормальной жизнью. Вот как-то раз фонд SCP построил аэродинамическую трубу, но как-то так вышло, что она стала аномальной и была поставлена на содержание как SCP-3730. По какой-то причине труба приобрела такое свойство, что если поместить в нее макет какой-то машины и запустить аэродинамическое испытание, всегда начинают происходить какие-то необычные вещи, которые приводят к крайне неожиданным результатам. Нередко эти результаты и просто невозможно. Вещь, конечно, необычная, но ничего и ни для кого не изменится, если объект покинет стены фонда. Второй класс нарушения или в лам уже грозит тем, что явление затронет небольшую группу людей. К примеру, любимый многими SCP-527 мистер рыба отнесен к такому классу нарушения. Если он сбежит, некоторые люди, конечно, удивятся, увидев человека с головой рыбы на улице, но ничего большего не произойдет. А вот пятый класс, называемый Амида, уже способен устроить в мире такое, что жизнь людей по всей Земле и, возможно, даже за ее пределами уже никогда не будет прежней. То есть нормальность, как явление будет уничтожено. Таков поврежденный разрушитель SCP-2399. Ведь если над землей будет летать гигантский космический корабль, стреляющий своими лучами, разрушающими целые города, мир после такого события уже точно нормальным не станет. Да, промежуточные классы тут обозначают разные масштабы последствий между вышеописанными вариантами. Так, например, средний, тот, что зовется Кенек, показывает, что сбежавшая сущность повлияет на число людей, приблизительно сопоставимое со средних размеров городом. В случае, если фонд допустит утечку информации о SCP-2316, жители окружающей местности определенно утопятся в этом озере, узнав тела в воде. И масштаб такого бедствия будет как раз класса Кенек. В эти значки автор даже вложил небольшой символизм, ведь сами названия классов нарушения отсылают к разным светоносным вещам и явлениям. Дарк или тьма, это отсутствие света. Влам, то есть первый уровень, это пламя свечи, в переводе внезапно с нидерландского. Далее идет Кенек, и это пламя костра на языке коренного населения Аляски. Экхи это солнце на языке басков. И амида это бесконечный свет в одной из буддийских школ. Забавно получается, что фонд SCP как бы держит население своего мира во тьме и неведении, исходя из этой классификации. И последнее нововведение это класс риска. Тут все похоже на класс нарушения, но касается уже конкретного ущерба человеку. Самый низкий класс риска говорит о том, что объект попросту не представляет опасности, и человек скорее всего даже не почувствует его действия. Тот же мистер рыба, имеющий самый низкий класс риска, не имеет возможности аномальным способом навредить другому человеку, ведь он просто чувак с рыбьей головой. А вот объект с самым высоким классом риска не просто убьет человека, он прекратит его существование на самом концептуальном уровне. Как это делает SCP-3930? Тот самый объект, который область абсолютной пустоты, и попадая в которую, бесследно исчезает любая материя. Жаль, что промежуточные варианты сделаны совсем лениво. Просто отмечается, что второй уровень немного опасен, третий опаснее второго, четвертый опаснее третьего. В результате чего объекты, которые более опасны, чем мистер рыба, но менее опасны, чем область пустоты, раскиданы между ними практически случайно. Такой же ленивый и дизайн у этого класса риска. Просто круги. Такова новая система классификации SCP-объектов, на которой медленно, но верно переходит сайт фонда. Поначалу мне казалось, что она какая-то в целом перегруженная и сырая, но с другой стороны она позволяет исключить некоторое количество лишнего текста, который присутствует во многих объектах. Само наличие этих значков, например, позволяет не писать в который раз, что документ очень секретен и читать его могут только члены Совета У5, а не кто больше. А с другой стороны, все это создает трудности для понимания новыми читателями, которые уже не могут просто начать читать любой объект на сайте, а вынуждены перед этим прочесть немного лора. В общем, спорная штука вышла, это новая классификация. Напишите, что вы о ней думаете. Поглядим, какие мнения вообще есть на этот вопрос. Всем пока!